На сегодняшний день Украина, как страна, которая точно так же привязывает свою национальную валюту к валовому продукту, столкнулась с тем, что у нее валовый продукт, ею произведенный, уменьшился в два раза в сравнении с, например, 2013 годом. Еще раз, было в 2013 году произведено, грубо говоря, на 180 миллиардов долларов валового продукта. И под это только наличных денег в стране гуляло порядка 250 миллиардов гривен, пусть 280 миллиардов гривен. А на сегодня Украина произвела, благодаря управлению экономикой нашими двумя премьерами, Яценюком и Гройсманом, этим дебильным парламентом, который ничего хорошего за свою каденцию не принял для страны, и людьми, которых расставил на важнейшие экономические посты президент Порошенко, Так вот, за эту каденцию управления страной Украина произвела не 180 миллиардов долларов валового продукта, а 90. А количество денег увеличилось. Понимаете, количество продукта произведенного обрушилось, оно сейчас равняется ВВП, по-моему, десятилетней давности. А количество напечатанных, либо электронных денег в системе платежей увеличилось. Вот причина того, основополагающая. Почему в 2014 году обрушилась гривна, почему вырос доллар, почему поимела место инфляция, и она продолжается до сих пор. И эта причина и есть основополагающей во всех сегодняшних бедах национальной гривны. Не враги внешние, не враги внутренние, ну не считая правительства парламента и людей, которые управляют финансовой системой, а это национальный банк, министерство финансов, регуляторы. Вот эти враги виноваты, конечно. Вот что повлияло на ситуацию с гривной в целом. В 2014 году мы предположили, когда Гонтарева возглавила национальный банк, что до конца года, 2014, к имеющимся в обороте 300 миллиардам гривен, в том или ином виде, то есть в бумажном виде, либо просто в виде электронных платежей, по благословению Нацбанка, а значит по благословению президента, было довыпущено еще порядка, мы тогда считали 280 миллиардов, еще столько же, только они об этом не сказали. Вы представляете, какой объем массы денег, не обеспеченных продуктом, не обеспеченных товаром, появился на рынках? Куда эти деньги пошли? Ну все просто, что мы делаем, когда мы видим, что начинает дергаться курс гривны? Бежим покупать хоть что-нибудь, даже английский фунт нас очень интересует. Вспомните эту панику, которая была в Украине в связи с Брекзитом, это вообще абсурд, но между тем, люди ворванули покупать английский фунт или продавать, ну не важно. Мы бежим покупать иностранную валюту, потому что это для нас товар, это для нас средство сбережения. Так, теперь подходим к этому самому товару под названием доллар. Скажите, пожалуйста, с 2014 года его стало больше в Украине или меньше? Как вы считаете? Конечно меньше, причем в разы. Потому что упал экспорт в целом. Правительством Яценюка при ратификации его решения парламентом, нынешним действующим парламентом, это теми, которые потом перед вами будут выступать и рассказывать, как они переживают за нашу страну. Были ратифицированы те решения, которые поломали украинские рынки со странами СНГ. Я приведу только один пример. Экспорт украинской продукции в адрес той же Российской Федерации в 2013 году составлял 22 миллиарда долларов. Сейчас знаете сколько? Осенью был, говорили, приблизительно должен быть 6, если я не ошибаюсь, на зиму вышли на 4. Представляете, кратность падения экспорта. А что такое падение экспорта? А, кстати говоря, с ЕС не лучшая ситуация. Они же рассказывали, что мы весь мир насилия разрушен до основания, а затем построим зону свободной торговли. Так вот, зона свободной торговли в цифрах выглядит так. В 2013 году в страны ЕС Украина экспортировала товаров на 16 миллиардов долларов, а сейчас на 13. Это та самая пресловутая зона свободной торговли. При этом были разрушены экономические связи с крупнейшими традиционными нашими покупателями украинской, нашей отечественной продукции. К чему это привело? К тому, что доллара в стране стало мало, необеспеченные гривны много, и курс стал соответствовать пропорции. За один доллар стали давать, по-моему, в 2015 году средний курс был 24-25 гривен. И вроде бы, я понятно ведь объясняю, да? Все очень просто. Гривен много, товара мало. Значит, что происходит? Рост цены на товар. Товаром может быть в том числе в нашей стране доллар, к сожалению, он является товаром. Плюс паника, плюс недоверие, плюс-плюс-плюс, плюс разрушение банковской системы. Если раньше люди спокойно, годами хранили деньги в банках, то сейчас при малейшем звоночке они бегут в банк, снимают депозиты, и что делают? Бегут в обменник, на черный рынок, еще куда-то, покупают доллары, доллары, доллары. Все. Вот причина. Причина в безумных действиях Национального банка по уничтожению украинской банковской системы. Причина в афере с Приватбанком. Я уверен, что это не было простое отжатие банка у господина Коломойского. Это было, знаете как, взвалили весь этот банковский мешок, а это по большому счету, по мне, банковская система Украины сегодня. Это финансовая пирамида, которая не может выполнить своих обязательств по возврату всех депозитов. Все это взвалили сейчас на нас. Это разрушение внешнеэкономических связей и неустановление новых компенсаторов, новых компенсирующих внешнеэкономических связей. И это печатание гривны в конце 2014 года. Это факт. Кто бы что ни говорил. Из бонс, из Национального банка. Итак, 2015 год, 25 гривен за доллар мы имеем. Что происходит дальше? И почему вроде бы полтора года, и Порошенко этим безумно хвастается, хотя до этого он говорил, что 13 гривен за доллар, это караул, ай-яй-яй, надо что-то делать, я стану президентом, и у вас все будет хорошо. Они хвастаются, что они установили такую стабильную гривну по отношению к доллару. Почему это происходит? Идет сумасшедшее таргетирование валютных курсов в целом валютного рынка. Таргетирование это управление, управление искусственное. Знаете, вот как раньше при СССР, например, в конце 80-х годов, уже когда инфляция рванула, искусственно устанавливали низкие цены на товары и продукты. Их держали искусственно, хотя денег уже становилось больше, а товаров меньше. Вот это и есть искусственное управление. То же самое происходит пока еще или происходило с гривной. Гривну держат, ее не выбрасывают в оборот, из оборота лишнюю гривну, как им кажется лишнюю, изымают, и тем самым придерживаются курса, или придерживались курса за доллар 1 к 25. Вроде бы все должно быть нормально. Но есть одно но. Управлять инфляцией можно и нужно тогда, когда развивается торговля, а за торговлей тянется развитие производства. То есть, знаете как, получается естественный цикл. Вроде бы не обеспеченные деньги, товаром не обеспеченные, но они выбрасываются на рынок. Рынок их потребляет, эти деньги. Продавцы продают товар. Продавцы продают товар. Раз они продают товар, производитель производит новый товар, и запускается экономический цикл. Рынок, производство, рынок. Пошло, 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 пошло развитие. Это то, что было в 90-е годы с Украиной. Вспомните, до 96-го года, до того момента, пока не была выпущена новая национальная валюта, гривна, у нас все это происходило. Безумная инфляция, но эта инфляция дала возможность запустить торговлю, а торговля потянула за собой производство. И со временем Украина вышла в нормальные производители валового продукта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова